Привет, я на Филипповском 13 и сегодня мы выходим с очередным оперативным выпуском новостей о ситуации вокруг Украины и о том, что происходит в мире. И сегодня мы обратимся к проблеме беженцев. На Украине нарастает настоящая гуманитарная катастрофа. По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, их количество с начала конфликта составило 3 миллиона 200 тысяч человек. Более 2 миллионов украинских беженцев прибыло в Польшу. Это явно много для страны с 38 миллионным населением. Кроме того, беженцы уезжают в Словакию, Венгрию, Румынию, а также в Россию. Чудовищная гуманитарная ситуация, гуманитарная катастрофа. Боевые действия ведутся неподалеку от Киева и Харькова, крупных городов. Полумиллионный Мариуполь фактически подвергнут штурму. И такая ситуация на всей территории Украины. Ни одна армия мира не научилась пока воевать без сопутствующих, это очень паршивое слово, сопутствующих жертв среди гражданского населения. И российская, и украинская армии не являются здесь исключением. Фактор человеческой ошибки и погрешности техники никто не отменял. Поэтому война это всегда жертвы и разрушения. Наплыв беженцев в Европу с территории Украины это лишь одна часть проблемы. А другая это то, что на европейский континент может скоро отправиться поток мигрантов с другого направления. А ограничения, введенные Россией на экспорт сельскохозяйственной продукцией и прекращение экспорта Украиной, этой же группы товаров для целого ряда стран Африки и Ближнего Востока, означает только одно – голод. И голод может привести людские массы в движение. Исторических примеров хоть отбавляй. Можно, конечно, сказать, что та трагедия, которая сейчас разворачивается на Украине – это часть большой геополитической игры. И Украина – всего лишь один из его театров. И можно ожидать такие же события в Восточной и Южной Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, да где угодно. Но сути дела это не меняет. Война – это всегда большая человеческая трагедия. Теперь несколько важных международных новостей, которые мы хотели бы отметить. Президент Сирии Башар Асад нанес визит в имененные Арабские Эмираты. Еще одно доказательство реальных итогов гражданской войны в Сирии. Победитель там явно определился. Хотя до восстановления территориальной целости страны еще очень далеко, в Идлебе под защитой Турции концентрируются противники официального Дамаска в лице целого конгломерата радикальных группировок. А сирийские курды ведут свою игру, позволяя США сохранять военное присутствие в Сирии. По итогам визита со стороны ОАЭ последовали заявления, что США должны вывести свои войска с сирийской территории. Их нахождение там незаконно. Если к этому добавить, что ранее Саудовская Аравия объявила о возможности использовать юань для расчетов с Китаем за нефть, то можно сделать определенный вывод. На Арабском Востоке формируется заливная фронта. Пока заливная. Это касается и многих других арабских стран. Это еще одно подтверждение того, что сломать однополярный миропорядок хочет немаленькое количество стран. И все они внимательно смотрят и на Украину, и на Тайвань. Далее. Власти Бельгии решили отложить на 10 лет закрытие атомных электростанций в стране. Закономерный результат, который означает одно. Нас вполне может ожидать атомный ренессанс. Кроме того, именно атомная энергия является главным кандидатом на роль станового хребта новой зеленой энергетики и зеленой экономики. А это значит, что в дискуссии между Францией и Германией относительно роли атомной энергетики в экономике Европейского Союза надо подвести черту. Победила французская точка зрения, что сильно подмывает позиции партии зеленых Германий. И вообще, либо зеленые примут мирный атом, либо начнут постепенно сходить с политической сцены. Не сразу, конечно, но, как говорится, степ-бай-степ. В общем, Анна Лене Бербак и Роберту Хабеку, этим двум немецким политикам, предстоят непростые времена. Смотрите наши выпуски на Филипповском 13. Подписывайтесь на наш YouTube-канал Филипповский 13 и на его зеркало на страничку в социальной сети ВКонтакте. Кроме того, если вы хотите быть постоянно в курсе новостей, подписывайтесь на телеграм-канал Пинта Разума. Там мы пытаемся снабжать вас объективной информацией, насколько это возможно в условиях военного конфликта. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok